Привет, друзья! Сегодня я собрал для вас 15 лайфхаков для школы, благодаря которым учиться будет проще. Как только на видео наберется 20 тысяч лайков, я выложу пранки для школы. Все зависит только от вас. Когда мне бывает скучно, хочется поиграть в какую-нибудь интересную, ненапрягающую игру. Недавно я нашел прикольную игрушку для этого, вордики. В ней нужно за три попытки отгадать слово. Слова тут необычные, даже есть сленг. Хочу сегодня наконец-таки добить тему спорт. В общем, отличный способ с пользой убить время. Скачивайте, не пожалеете. Ссылка на игру будет под видео. Иногда бывает такое, что ручка начинает подтекать и выделяет больше чернил, чем нужно. Чтобы не пачкаться этими чернилами, возьмите кусочек ваты и положите его в колпачок. Так все лишние чернила будут оставаться на вате и вы будете доставать чистую ручку. Если у вас помялся дневник или тетрадка, то погладьте его утюгом, и он будет ровным, как раньше. Также с помощью утюга можно гладить деньги. Зачастую на уроках английского нужно переводить текст. Если на вашем телефоне есть интернет, то скачайте Google Переводчик. С помощью камеры можно перевести текст за считанные секунды. Прикрепить шпаргалку с помощью скотча можно на подошву. Плюс данной шпаргалки в том, что на нее можно поместить много информации. Временную подставку под канцелярские принадлежности можно сделать из пустой жестяной баночки из-под напитка. С помощью канцелярского ножа отрезаем верхнюю часть и загибаем вовнутрь края. Подставка готова. Есть такое приложение для телефона, называется Bluetooth Chat. С помощью его можно общаться с одноклассниками по Bluetooth в одном кабинете без использования интернета. Можно помогать друг другу на тестах, обмениваясь ответами. И если с утра вы не можете проснуться и постоянно выключаете будильник, скачайте себе на телефон приложение Аларми. Оно точно пробудит вас. Вы не сможете выключить будильник, пока не решите несколько уравнений. Количество и сложность можете выбрать сами. Еще одно полезное приложение для школы называется Орфография. С его помощью вы научитесь грамотно писать на русском языке. Оно сделано в игровой форме, но если вы допустите ошибку, вас тут же ознакомят с правилами, которые вам нужно будет запомнить. А сейчас я покажу как соорудить ластик, который будет сам стирать карандаш. Нам понадобится батарейка крона, ластик и моторчик, который можно достать из какой-нибудь игрушки. Теперь нужно все собрать так, как показано на экране. В итоге получился вот такой, можно сказать, автоластик. С его помощью можно легко и быстро стирать надписи. Спрятать шпаргалку можно в пенале, а когда она вам понадобится, делайте вид, что вам нужно взять ручку, открываете пенал и списываете. Если при заполнении расписания в дневнике вы допустили ошибку, то вместо того, чтобы исправлять ошибку, откройте последнюю страницу дневника и вырежьте ячейку. А затем пригляните на место с ошибкой и заполните ячейку заново. Бывают дни, когда задали много уроков и в школу нужно нести кучу учебников. Договоритесь со своим соседом по парте принести по половине учебников и делиться ими на уроках. Так вам нести рюкзак в школу будет легче. Данный лайфхак довольно древний, но он и сейчас не теряет своей пользы. Если ручка перестала писать, но в стержне еще не закончилась чернила, скорее всего чернила засохла. Поднесите к кончику стержня горящую спичку и подождите несколько секунд. После этого ручка начнет хорошо писать. Чтобы учить английские слова было легче и интереснее, напишите их на стикерах и наклейте на предметы, которые обозначают эти слова. Видя каждый день эти слова, вы будете быстрее их запоминать. На этом видео заканчивается. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А в комментариях можете написать способы, как можно разыграть друга.